В древних текстах значения некоторых понятий, которые были утеряны из-за изменений в культуре различных обществ. В древних текстах значения некоторых понятий, которые были утеряны из-за изменений в культуре различных обществ. В древних текстах значения некоторых понятий, которые были утеряны из-за изменений в культуре различных обществ. В древних текстах значения некоторых понятий, которые были утеряны из-за изменений в культуре различных обществ. В древних текстах значения некоторых понятий, которые были утеряны из-за изменений в культуре различных обществ. В древних текстах значения некоторых понятий, которые были утеряны из-за изменений в культуре различных обществ. А также духовное общение по переписке. На данный момент у нас наличие пять библейских суток, призванных помочь человеку обрести веру и укрепиться в них. А также около сорока наименований христианской литературы. Преподавателями в культуре библейской школы являются друзья в богословском образовании. Первые христиане с многолетним опытом служения по местным церковных общениях. По мере силы, они с радостью ответят на ваши вопросы и духовные нужды. Пишите и звоните мне. 191 028 Город Санкт-Петербург Обонятский ящик Радиостанция КНЛС Русский объединитель Адрес электронной почты rbs.ru Телефон Код 812 Код 812 Код 812 Код 812 Код 812 Код 912 Код 912 Код 912 Код 912 Код 912 Город Санкт-Петербург Абонятский ящик 47 Радиостанция КНЛС Радиостанция КНЛС Русский объединитель Русский объединитель Адрес электронной почты rbs.itcm.ru Телефон для связи Код 812 Код 912 Код 912 Код 912 Код 912 Код 912 Код 814 Код 912 Код 912 Код 913 ЭThe Sí The Рассказывает нам о том, что случилось с Моисеем, когда он стал принцем во дворце египетского фараона. Она называется принц Египет. Моисей был сыном простой женщины. Он родился в еврейской семье, которая близлится многими евреями, но в то время в египетской земле. Фараон Египет, обуспокоенный силой и многочисленностью еврейского населения, отдал приказ убивать всех младенцев мужского пола, родившихся в еврейских семьях. Страшный и жестокий приказ. Но от младенца желая спасти его от солдат фараона, прежнего младенца в заросла страшника у берега реки Мил. Дочь фараона нашла корзенку с мальчиком и решила взять его к себе и растить, как родного сына. Принцесса велела найти младенцу кормилицу, у которой он жил, пока не окрепнет и не сможет жить во дворце. Кормилицей стала родная мать ребенка. И, конечно, радости женщины не было конца. Теперь младенца был под защитой дочери фараона. И, конечно, в своем родном доме, не боятся создать жестокого фараона. Принцесса назвала мальчиком Моисея, что означает «вылованный из воды». Мать верила, что Усанга хоть помог ее маленькому сыну, и что Моисею предстоит стать великим человеком. Когда Моисея подрос, мать привела ее к дочери фараона. Мальчик еврей стал живым среди знатных людей Египта. Здесь, под руководством лучших учителей Египта, Моисея изучил науки, искусство, научился управлять колесницей и создать конструкцию. Он выучил больше, чем когда-либо мог выучить, живя среди беглых евреев. Моисей собрал все знания и стал образовывающим человеком своего времени. Молодой принц также узнал и о странных богах, которым поклонялись Египтяне. Но Моисей никогда не забывал о рассказах матери об истинном Боге, Боге и Сынов Израиля. Моисей знал, что он не хочет поклоняться никому, кроме этого Бога. «Бог моего народа создал реки, моря, животных и растительных». Моисей, как же все эти творения Бога могут сами быть богами? Нет, я буду поклоняться только истинному Господу, Создателю всего вокруг. Моисей никогда не забывал свой народ. Он часто видел страдания рабов-евреев, и сердце Моисея сжималось от жалости к ним. Наступит день, когда Господь обратит свой взор на моих порабостенных братьев и освободит их от египетского гнета, думает все. Однажды Моисей узнал, как один из рабов-евреев упал под тяжестью огромного камня. После покойного труда у Роба уже не просил подняться на ноги. Увидев, что он все еще лежит на земле, насмотрщик-египтянин стал жестоко избивать несчастного человека. Эта сцена переполнила чашу терпения Моисея. Прыгнув с колесницы, молодой принц подбежал к египтянину и бросился на него. В приступе гнева Моисей убил насмотрщика. Тот о происшедшем дошел до самого фараона. И тот, разгневавшись, решил заказать Моисея. Никто не смеет убивать египтянина из-за ничтожного раба-еврея. Фараон замуслял убить Моисея. Молодому принцу ничего не оставалось, как покинуть Египет, унося в душе боль за страдания родного народа. Моисей шел на восток, пока не пришел в Иограмскую землю. После долгого путешествия усталый и одинокий путешественник присел отдохнуть у колодца. В это время в колодцу пришли семь дев, сестер, чтобы напоить овец. Девушки были дочерни Мадианского священника. Они начерпали воды и наполнили корыто, чтобы животные смогли напиться. Не успели они наносить воды, как к колодцу пришли местные пастухи. Они решили отогнать овец священника и напоить свой скот с сердцем. Конечно, девушки сами не могли не видеть себя от мастерских пастухов. Для Моисея не надо было просить ни о чем. Он быстро встал и покорвал грубым пастухам, что значит уважение к женщине. Пастухи не могли тягаться с египетским принцем в искусстве борьбы и вскоре обратились в детство. Увидев, что они получили хороший урок, Моисей стал наносить воды и напоить овец. Когда семь сестер вернулись домой к отцу Рагуилу, тот был удивлен, что дочери так быстро справились с делом. — Кто-то вы так скоро пришли сегодня? — спросил Рагуил. — Ты знаешь, отец, какой-то египтянин начерпал нам воды и напоил овец. — Сказала одна из девушек. — И не только напоил наших овец, а и отец. — Он и подчистил нас от пастухов, которые пришли к колодку после нас. — Подхватила слова первой другая дочь. — Почему же вы не привели странника в дом? — Позовите, чтобы он разделил с нами овец. Так Моисей появился в доме мадиамского священника. Моисею понравилась семья этого человека, и он всей душой привязался к дому Рагуила. Моисей, пасторец священника, помогал со сбором урожая, ухаживал за скотом и прожил в семье Рагуила долгое время. Одна из семи дочерей Рагуила особенно понравилась Моисею, да и ей полюбился молодой человек. Со временем любовь Моисея и сетфоры, так звали дочь Рагуила, отрепла, и молодые люди решили пожениться. Они были очень счастливы вместе, и через некоторое время у них родился первенец, «Сын, которого Моисей нарек Герстаму, что означало пришелец в чужой земле». «Ибо я стал пришелцем чужой земле», — говорил Моисей. Моисей был счастлив. Он радовался простой жизни этих трудолюбивых людей и не жалел о том, что оставил дворец фараона и роскошную жизнь при дворце. Но когда бы Моисей не сидел на холмах, глядя на пасущихся рядом овец, он всегда думал о своем народе, о страдании и унижении от численных еврейских семей, живущих в Египте. «Когда же Господь пошлет им издавление?» — думал Моисей. «Вы уже любите Бог, как и дать им жить и умирать рабами?» Нелегко было у него на душе от этих мыслей и от бессилия помочь своим угнетенным братьям. И не знал Моисей, что у фараона Египта умер, и что стоны сынов Израиля, изношенных непосильной работой, были прислышаны Богом, и что Господь собирался помочь военному народу стать снова свободным. И, конечно, не знал Моисей, что в великих планов Господа ему самому предстояло сыграть очень важную роль. Вот как неожиданно иногда поверачивается жизнь человека. Иосифу надо было стать рабом, прежде чем он стал могущественным поверимцем Египта. А Моисею, сыну бедной женщины, рожденному в мукульской семье, я полонадолю стать египетским принцем, потом кромным пастухом, прежде чем он стал вождем всего израильского народа. А что ожидает тебя и меня впереди? Лишь один Господь Бог ведает о том, что нам предстоит искать в жизни. Поэтому даже в самые трудные минуты жизни мы должны верить в мудрость Бога и помнить о том, что на всем жизни есть причина, и что Господь руководит всем и всеми. Давай же не будем жаловаться на жизнь. Верой в наши силы и возможности, верой в Бога и проведение, мы добьемся в жизни гораздо больше, чем жалобами на судьбу. Желаю тебе всего самого хорошего, дружок, и дохранит тебя Господь. Программу «Знакомство с Библией» подготовила Игоря Маргарет Кирилла. Радиостанция «Новая жизнь» Соединенные Штаты Америки. Желаю тебе всего самого хорошего, дружок, и дохранит тебя. Радиостанция «Новая жизнь» Соединенные Штаты Америки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повторяю адреса. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уважаемые радиослушатели, передача радиостанции КНЛ-С подошла к концу. Мы надеемся, что вам понравилась наша программа. Если вы хотите получить расписание передач, пишите по любому из следующих двух адресов. Радиостанция КНЛ-С, Антарпоин, Аляска, 99-556, США, или Россия, Санкт-Петербург, 191-187, абонентский ящик номер 47. Повторяю адреса. Радиостанция КНЛ-С, Антарпоин, Аляска, 99-556, США, или Россия, Санкт-Петербург, 191-187, абонентский ящик номер 47. До новых встреч в Уфиле. Дохранит вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»!